Несмотря на дождь за окном, до Рождества осталось меньше двух недель, а значит самое время подумать о елке. Центр управления лесами предлагает жителям Эстонии прекрасную возможность всей семьей устроить увлекательное приключение и отправиться не куда-нибудь, а в самый настоящий лес, где можно не только пособирать грибы, но и собственноручно спилить елку к празднику. Конечно, мы ни в коем случае не составляем конкуренции елочным базарам и тем бизнесменам, для которых это действительно самый доходный бизнес в это время года. Мы просто хотим предложить людям эмоции. Самое главное, такое приключение не нанесет вреда эстонским лесам. Для вырубки есть специальные места, с которыми лучше познакомиться на сайте РМК, чтобы потом не иметь проблем с полицией. Мы с вами сейчас как раз здесь находимся, а за елкой мы перейдем через дорогу. Так называемый коммерческий лес пилить запрещено. Для выбора елочки подходят исключительно темно-зеленые зоны. Охотникам за новогодние красавицы предлагают в каком-то смысле проредить лес там, где шанса вырасти в большое дерево у елки попросту нет. Это линии электропередач, склоны вдоль дорог и овраги. Частные леса и заповедники для этой цели, конечно, не подходят. Например, вот здесь когда-то был лес. Его срубили. Теперь мы высадили новые елочки. Так что брать здесь деревья к Рождеству – нехорошая мысль. Перед тем, как достать пилу, елку следует оплатить. Сумма невелика. Дерево до метра обойдется в 3 евро. От метра до 2 – в 8. Вы успешно заплатили 8 евро за елку высотой до 2 метров. Спасибо и приятного Рождества! Елочек небольшого размера в лесах на самом деле предостаточно. И главное – справиться с такой малышкой гораздо проще. Многие считают, что для того, чтобы срубить елку, требуется мужская сила. Но на самом деле Кристиан говорит, что справится даже ребенок. Но уж я-то тем более. Ну а потом, как в рождественском кинофильме – елку в багажник и домой, чтобы превратить ее в главное украшение праздника. Я советую, когда вы привезли елку из леса, не заносить ее сразу в тепло, а оставить подсохнуть на балконе или в саду. Затем, прежде чем ставить елку в воду, можно сделать небольшой надрез пилой в основании. Так она будет лучше подпитываться водой и не высохнет слишком быстро. Кстати, получить такое новогоднее приключение можно и абсолютно бесплатно. ЭТВ Плюс разыгрывает 7 подарочных пакетов от РМК с ваучером на сруб елки. Чтобы стать обладателем одного из этих подарков, снимите видеообращение с поздравлением и выложите его на странице ЭТВ Плюс. И уже 21 декабря мы узнаем имена победителей.